Добрый день дорогие друзья и подписчики моего канала. Наверняка каждый блогер рано или поздно сталкивается с проблемой света, особенно если он делает обзоры или ведет блоги у себя дома. Поэтому я решил показать вам как можно в домашних условиях самостоятельно сделать софтбоксы и чтобы проблема света была решена. Для этого нам понадобится совсем немного вещей. Некоторые покупки вы можете совершить либо у себя в городе, либо на сайте Алиэкспресс. Ссылочки на товары я скинул внизу в описании под видео. А что-то можете достать самостоятельно. Итак дорогие друзья, в первую очередь это основание на которое мы будем клеить нашу светодиодную панель. Затем нам понадобится рейка по окантовке с каждой стороны. Затем сама светодиодная панель. Я сделаю две катушки на сайте Алиэкспресс. Здесь приблизительно по 3 метра. Затем понадобится клей. Какой-либо измерительный инструмент. Паяльник. Паяльник. Гнезда. И удлинитель. Но для того чтобы эту панель чем-то закрыть, можно какой-нибудь клеенкой. Нам понадобится вот такой вот двухсторонний скотч, тоже купленный на сайте Алиэкспресс. Чтобы она была светоотражающей, лучше брать либо алюминиевую поверхность, либо как я сейчас сделаю. Я возьму просто обычную пищевую фольгу и наклею ее вот сюда. Итак, нарезку клеек мы закончили. Сейчас будем их крепить. Тут уже по желанию. Кто-то может воспользоваться клеем. Отпустим таким. Ну а кто-то может воспользоваться вот этим. Наконец монтаж нашей рамки закончен. Вот как получается чем-то напоминающий фоторам. Сверлил я с тыльной стороны. Длина саморезиков такая, чтобы она не уступала за толщиной этой рамки. И так дальше клеим фольгу. Фольга наклеена. Вот как у меня получилось. Ну а теперь берем нашу светодиодную бухту, разматываем ее. Для светодиодной ленты я покупал также такие адаптеры на постоянный ток. Они у меня есть разные. Есть 2, есть 1, есть 3 амперные. Вы уже берите себе такие, чтобы они выдержали ток, рассчитанный, заявленный в описании вашей светодиодной ленты. Мы сейчас ее проверим. Кстати, делайте это обязательно перед тем, как монтировать. Так и видим, что лента горит. Все нормально. Любая светодиодная лента имеет сектора, которые можно будет разрезать. Вот если вам видно, вот эти вот места, обмедненные. Вот на этом месте ленту можно резать в любом месте. В каждом секторе по 3 светодиодика. Поэтому у нас будет на длину соутбокса будущего по 9 секторов получается. Так наша лента порезана на несколько кусков. Теперь мы можем с обратной стороны открывать пленочку. И обнажается клейкая такая поверхность, которую мы будем клеить к нашей фольге. Кстати, совсем не обязательно клеить ее вдоль. Можете и поперек. Просто рядов будет больше, и больше работы со спайкой будет. Поэтому так все-таки легче, а результат от этого никак не меняется. Вот и все, дорогие друзья. Наша поделька готова. Вот, как видите, гнездо. Я его пока еще не закрепил. Мы его заклеим, потом суперклеим. Сейчас мы его еще раз протестируем. Пока так. Вот она светится у нас. Сейчас я выключу конжентр. Вот так он будет более наглядным. Вот, в принципе, готовый соутбокс. Поехали.